Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте всех поприветствовать делегатов съезда гостей, очередного всероссийского съезда судей. Ваш форум, безусловно, значимое событие не только для судебной системы, для всех правоохранительных органов, но и для всей страны. Он вызывает неизменный повышенный интерес в обществе. Здесь обсуждаются актуальные вопросы российского правосудия, и всегда звучат новые идеи, подходы, решения предлагаются. Повестка дня и повестка всего съезда важна и для судей, как я сказал, и для всей системы, и для страны. Уверен, и нынешний съезд, как и предыдущий, предыдущий Е, пройдет конструктивно с глубоким содержательным анализом задач, стоящих перед российской судебной системой. Хотел бы подчеркнуть, что эта задача, безусловно, высокого уровня, потому что они, эти задачи, прежде всего, касаются защиты прав граждан, их свобод и достоинства. Исполнительная и законодательная власть обязаны учитывать ваше решение по совершенствованию работы судов. Уверен, что и ход ваших дискуссий, и итоговые документы съезда будут изучаться самым тщательным образом. Понимаю, что нерешенных вопросов, как всегда и в любой системе, немало, но за прошедшие четыре года были реализованы меры, оказавшие серьезное, позитивное влияние на саму организацию судебной системы и на практику рассмотрения дел. Прежде всего, это объединение высших судов, а также появление нового кодекса об административном судопроизводстве. Вы помните, это было одной из главных тем предыдущего съезда. Сегодня установлена понятная, прозрачная процедура рассмотрения споров граждан с органами властей разных уровней. 1 сентября этого года вступил в силу закон о третейском разбирательстве. Таким образом, реализованы планы реформирования третейских судов. На что хотел бы обратить еще внимание. Вы знаете о многочисленных изменениях, которые в последнее время внесены в уголовное административное законодательство. Такие изменения есть практически во всех отраслях права. Каждая из этих новаций служит для суда руководством к действию при рассмотрении конкретных дел. Безусловно, жизнь, развитие страны требуют корректировки, настройки нашей правовой системы и законодательства. Но вместе с тем нужно признать, что наше правовое поле меняется очень быстро. Может быть, слишком быстро и порой не системно, что создает немало угроз в процессе правоприменения. Судейское сообщество способно повлиять на эту ситуацию. Уверен, что парламент с должным вниманием отнесется к вашему авторитетному мнению. Стабильность и предсказуемость законов – общая для всех цель. Гарантия качества национальной юрисдикции – это чрезвычайно важная вещь, о которой мы всегда должны помнить. Знаю, что на съезде планируется обсудить широкий круг вопросов. Это и разработка новой уголовной политики с расширением гуманизации и дальнейшее внедрение электронных технологий в деятельность судов. Остается по-прежнему острая и проблема перегрузки судов. Уже мы не раз с вами об этом говорили. Знаю ваше мнение. Иногда невозможно тащить целый такой огромный груз, огромный объём работы. И это, безусловно, сказывается на качестве судебных актов и может приводить к судебным ошибкам. В конечном итоге приводит к нарушению прав граждан, интересов государства. Полагаю, что на съезде будут выработаны такие рекомендации по этим вопросам, которые, наконец, нам позволят поменять эту ситуацию к лучшему. Вы, как никто другой, знаете положение дел и те ресурсы, доступные для использования, включая и упрощённый порядок рассмотрения ряда категорий дел. В работе судов нет первостепенных и второстепенных задач. Это аксиома. Мы с вами все это в институтах и университетах слушали, проходили и усвоили хорошо. Здесь важно всё – и укрепление статуса судей, и гарантии их независимости, и оптимизация судопроизводства, повышение открытости, прозрачности правосудия. Понятно, что судьи постоянно находятся в атмосфере конфликтов, споров, а подчас даже и человеческих бед и трагедий. Далеко не каждый может выдержать такое напряжение. Но вы сами выбрали эту эстезию, сами определили для себя жизненный путь, и должен сказать, что это очень достойный, серьёзный, хороший выбор. Ваша профессия – работа, непростая работа. Это здесь уместно, наверное, будет сказать, это миссия, конечно, которая нужна, нужна и необходима обществу, конкретным людям, стране в целом. Кадровый вопрос – одна из постоянных тем ваших съездов. Судебная власть представляет особые полномочия людям, работающим в её системе. И абсолютно справедливо, что требования к ним тоже должны быть повышенными. Судья должен быть примером объективности, неподкупности, безупречности в своих действиях и решениях. Основная ответственность за профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности возложена на квалификационные коллегии судьи. Их работа требует совершенствования, безусловно, как и всё остальное. Я надеюсь, что съезд уделит внимание и этим вопросам. Скажу лишь, что необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду как главному защитнику прав любого человека, независимо. Нет его доходов, ни возраста, ни национальности, ни должностного положения и даже гражданства, если этот человек находится в рамках российской юрисдикции. Деятельность судов, их решения напрямую связаны с судьбами миллионов людей, с урегулированием споров в самых разных областях жизни. Поэтому запросы граждан к судебной системе, к работе судей, к их моральному и нравственному облику, конечно, очень высоки и абсолютно очевидны, что надо им соответствовать в полной мере. Уважаемые коллеги, важные решения по совершенствованию судебной системы принимаются не только на съездах судей, но именно такие форумы придают колоссальный импульс движению вперёд к новому, более качественному уровню отправления правосудового. Позвольте мне пожелать вам успехов в вашей работе и всё вам самое доброе. Спасибо за внимание.